Правление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области первую экспертизу спорного родства провело еще в 2013 году. Сегодня счет таких ДНК-тестов уже идет на тысячи, причем интерес к этому виду анализов растет из года в год. Причин много – от взыскания алиментов с нерадивых папаш и назначения пенсии по потере кормильца до вопросов получения наследства или даже белорусского гражданства. Со всеми этими вопросами приходят в областной комитет судебных экспертиз. Ведь только экспертные заключения данного ведомства суды рассматривают в качестве доказательств. Чаще всего сомневаются отцы. Чаще всего именно они являются инициаторами проведения эксплуатации спорного родства. Как правило, это люди, которые после бракоразводного процесса желают избежать выплаты алиментов и поэтому начинают сомневаться в том числе в своем отцовстве и утверждать, что ребенок возле не его. Но бывают ситуации, когда к нам приезжают дети прямо из роддома. Папы, желая дать малышу свою фамилию, хотят удостовериться, что действительно ребенок его. Но бывает, что инициаторами проведения экспертизы являются и мамы. Сейчас это довольно-таки в последнее время ситуация, когда люди живут вместе, у них все хорошо, штампы в паспорте им совершенно ни к чему, а потом по какой-то причине семейная жизнь дает вещи. И вот тогда мама, для того, чтобы получить какую-то поддержку от отца, обращается к нам для проведения экспертизы. Доводится генетикам проводить и тесты на материнство. Почти все случаи и результат домашних родов, когда мать решает пренебречь врачебную помощь и, соответственно, некому зарегистрировать ребенка после рождения. Но есть у женщин и другие мотивы. Речь идет, если рождается в семье какой-то больной ребенок. И женщине психологически очень сложно признать, что у нее молодой, красивый родился ребенок с какими-то особенностями. Если говорить о тенденциях, то в последнее время в Брестской области все чаще стали к нам обращаться женщины, которые хотят установить факт отцовства по отношению к умершим мужчинам. То есть раньше у нас такие экспертизы были очень редкие, но в последнее время довольно-таки частно. Женщины обращаются именно вот с таким вопросом. Такие вопросы только на первый взгляд кажутся обычным праздным любопытством. Но в основном в ситуациях кроется финансовая подоплека. То есть люди пытаются установить факт кровного родства с уже умершим родственником с целью получения доли наследства. И для них становится абсолютно неважно, были ли они знакомы с этим человеком при жизни. Так что причин для тестов ДНК огромное количество. И иногда в ход идут даже события 20-летней давности. Я живу в Баке, счастливо можно сказать. Встретил недавно знакомую еще со студенческой скамьей, с которой были когда-то отношения. И она заявила, что она у нее растет, мой ребенок. Я в этом не уверен. И она настаивает проведение экспертизы. Вот пришлось обратиться к проведению генетической экспертизы. Материалы для ДНК-тестов отбираются стандартные. Это кровь из пальца и образец слюны. А дальше остается лишь ждать заветного результата, который может развеять все сомнения или перевернуть жизнь с ног на голову. Эти стены комитета судебных экспертиз видели много радости и слез. Каждый четвертый мужчина, обратившийся сюда, переживал не зря. Ведь каждый из них получил заключение со словами «отцовство исключено». Неприятная новость, но факт, подтвержденный наукой, а не какими-то домыслами. И это самое главное.